То есть первое питание это вода. Почему? Потому что все по человеческому телу разносится через кровь. Одна из важнейших задач это активация микроциркуляции, а для микроциркуляции, то есть течению крови по капиллярам, кровь должна быть реально жидкой. То есть вот эта вот, как сказать, тенденция лет после сорока, когда всем подряд назначают тромбоаз для профилактики каких-то тромботических осложнений по сердцу или еще что-то. Тромбоаз кровь не разжижает аспирин и все, что связано с ним. Он помогает эритроцитам в густой крови не склеиваться, то есть, что называется, в тесноте, да не в обиде. Не формировать клубок тромба, не более того. Кроворазжижающее, его название, это не более чем разговорное выражение без смысла. То есть разжижать кровь можно только растворителем, а растворитель для крови это вода. Только реально жидкая кровь будет хорошо течь по всем капиллярам и везде, где нам нужно доставлять питательные вещества. Не буду обосновывать, почему именно так, просто чисто опыт. Если вы пьете 2 литра воды в день и больше, даже зимой, если мы говорим про взрослых, то с водой, в принципе, у вас все хорошо. Пьете меньше 2 литров, но ожидайте, что с восстановлением будут трудности, не связанные с механическими причинами. И активатором для кишечника является клетчатка. То есть то, что мы не перевариваем сами по себе. То есть это оболочки зерна в крупах, мюслях и им подобных. Это овощи, та часть из них, которая не переваривается. То есть, например, капуста. В ней клетчатки около половины. Ну там тоже огурцы, помидоры, то есть во всех овощах так или иначе клетчатка содержится. Во фруктах то же самое. В яблоках очень много клетчатки. Поэтому клетчатку употреблять нужно. Во-первых, это зерновые, то есть, как я уже сказал, там крупы, каши и все остальное, и фрукты, овощи. То есть каждый день это должно присутствовать. Дальше, крупы это не только клетчатка, но это еще длинные углеводы. То есть длинные, которые перевариваются несколько часов. Не сразу сахар в кровь с их переваривания уходит, а постепенно мелкими порциями. Это очень хорошо для эндокридной системы, поэтому крупы полезны еще и поэтому. Но одновременно с этим короткие углеводы желательно из рациона забирать. То есть крахмал, пюрешечка, белый шлифованный рис и все, что с ним связано, он кишечник забивает. Тяжело это переваривается. Оно в такую гомогенную массу в кишечнике сваливается и вот разбить вот это вот требует очень много желчи и ферментов пищеварительных, ну с поджелудочной железы. Это перерасход, буду говорить своими словами. Перерасход этих ферментов нам совершенно не нужен. На их выработку тратится много энергии. Поэтому длинным углеводам да и клетчатки, коротким углеводам нет. Сахар, то есть сахар, шоколадки всякие, это тоже короткие углеводы, но хотя бы не крахмал. Их можно по чуть-чуть, но именно в качестве сладкого. Не в качестве пищи, когда вы в середине дня места обеда, там не знаю, булочку сладкую с кофе заливаете в себе. Населенным организмом так нельзя. Нет, можно, если вам на тело наплевать, если лечитесь, то все-таки не стоит. То есть вы, когда едите сахар или сладкое, вы понимаете, что вы едите именно ради сладкого, а не потому что это еда. Поэтому сладкое, как сладкое можно, как лакомство, а вот из постоянной пищи все-таки убираем. Следующее, это жиры. Жиры вообще самая сложная тема, потому что тему жиров вообще никто не любит и не понимает. То есть говорю со своего опыта, я много лет занимался питанием, но я тогда еще не знал, что у меня еще позвоночники недоделанные оказываются, есть проблемы. Вот, и они отдавались на кишечник, я все думал, что как это решать. И вот разбирался с питанием. Так вот, жиры первые, растительные. Разнообразием растительных масел, то есть кедровый орех, грецкий орех, лен, горчица. По чуть-чуть, они хорошо идут в салаты, их можно по чуть-чуть, там буквально по чайной ложке доливать, в какие-нибудь там во второе допустим, но без термообработки, то есть когда уже все приготовлено. Разнообразие вкусов идут в принципе как приправа, но нужно покупать качественные, подделок на рынке выше крыши. Животные жиры. Самый лучший животный жир, это конечно сливочное масло. Какое сливочное масло сейчас на рынке, комментировать не буду, но в магазине сливочное масло у меня лично купить не получилось. То есть ты берешь пачку, что там в этой пачке, все что угодно, кроме сливочного жира. Проверить очень просто, пытайтесь сделать топленое. Рецептов в интернете много. Есть еще рецепт проверки через горячую воду. В общем по жирам, именно по сливочному маслу, подделку есть нельзя. Нет, можно опять же, если вам на тело наплевать, если мы лечимся, то не надо. Вы изнасилуете свою поджелудочную и печень, которые будут пытаться вот это переварить. И вы ничего не получите, ни жирорастворимых витаминов там для кожи, для связок и для всего остального. Вы не получите ничего, кроме затрат. Не ешьте подделку, нет нормального масла, не ешьте вообще. Нормальное масло, ну с фермерскими продуктами ситуация хоть как-то, но обстоит. Не делают сливочного масла, можно взять молоко, если вы молоко любите. Из молока можно что-то сделать, там какую-нибудь простоквашу, там ряженку, я не знаю. В общем, как-то это переработать. В фермерских продуктах молоко жирное, вы получаете там жиров, в принципе, достаточно. Вот животный жир, допустим, там какое-нибудь внутреннее, сало или еще что-нибудь, я лично не ем, вот совсем. Единственный способ его потреблять безопасно, это опять же, перетапливать. То есть, перетапили, слили в баночку, используйте там для жарки, еще для чего-то. Процесс перетапливания убирает из жира белки, убирает из жира всякие такие не очень хорошие вещества, типа антибиотиков, которыми кормят скотинку. И много чего еще, пережигание убирает, но только старайтесь, конечно, его не спалить, то есть, перетапливать все-таки аккуратно. Перетапливание жира очищает. Жир животный, какое-нибудь сало, категорически нельзя варить. Вот вареный жир, это просто, вот начинайте есть вареный жир, вызывайте сразу скорую. Панкреатиты, холециститы, любые вот эти вот проблемы с этими органами, они резко же сразу активируются, даже если у вас их никогда не было. Гидролизация жира водой, это операция, ну, нехорошая операция. Варить мясо нужно постно, то есть, без жира. Опять же, делайте, что хотите, я объясняю, чтобы было лучше, чтобы вы разгоняли кишечник, чтобы у вас легко все переваривалось, все вещества быстренько расходились. Почти для всех я рекомендую просто брать поливитаминные комплексы и употреблять их, и можно даже превышать дозировки. То есть, почти вот сколько людей ко мне не приходит, все так или иначе в витаминной недостаточности. У каждого второго недостаточность кальция, у каждого первого недостаточность витаминов группы В, жирорастворимые витамины А, Е и прочее, недостаточность тоже у каждого второго. В принципе, сейчас вот я по себе пробовал несколько витаминных комплексов, где-то стал поспокойнее, где-то спать стал покороче высыпаться. Динамика есть, и это не только мой опыт. Для тех, кто хочет ускорить, есть спортивное питание. Там белки есть просто в гидролизированной форме, то есть, практически порубленные на аминокислоты. Почти не требует переваривания, сразу идут как стройматериал. Хорошая штука. Там баланс длинных углеводов, почти нет коротких. Там пищевые добавки, но не буду углубляться в детали. В общем, спортивное питание это тоже хорошо, как вариант, если хотите. Это не обязательно, но для тех, кто ослаблен, иногда это единственное средство. Для детей в запущенных ситуациях иногда это тоже единственное средство. Потому что, если кишечник сильно ослаблен, то он просто не может переварить. То есть, представляете, какая ситуация? Вы еду подготовленную закидываете в себя, пищеварительные ферменты выделяются, а со всасыванием реальная проблема. Кишка истончена, так бывает. И вы ресурсы тратите, а возвратки достаточно не получаете. Плюс мы еще тут правим, то есть ресурсы нужны. Марки никакие не рекомендую, каждый решал этот вопрос сам. То есть, просто по опыту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова